Уже через несколько дней граждане Республики Узбекистан будут голосовать на всенародном референдуме по внесению изменений и дополнений в основной закон страны, который является гарантией наших прав и свобод. Агитационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сути обновляемой на 65% новой народной конституции близятся к завершению. На днях в специализированной государственной общеобразовательной школе номер 19 по инициативе городского отдела народного образования состоялась очередная встреча перед референдумом, где педагогический состав смог проанализировать все нововведения. На мероприятии обсудили новый проект конституции. Особое внимание было уделено статьям, которые касаются предоставления образования. В новой редакции документа закреплены гарантийные нормы по поддержке и развитию различных форм образования в Узбекистане. В новой редакции документа закреплены гарантийные нормы по поддержке и развитию различных форм образования в Узбекистане, в том числе инклюзивного, что создаст правовую основу для формирования равных условий развития государственного и частного образования, повышению его качества до уровня мировых стандартов, а также профессионального роста преподавателей и их социальной защите. За последние несколько лет также был упрощен порядок получения гражданства Республики Узбекистан. Об этом своими впечатлениями поделилась учитель русского языка школы номер 19 Саадат Юсупова. Мы со своей семьей переехали в 98 году в Узбекистан. Конечно, молодая семья была, нам было очень тяжело, дети были маленькие, хотели купить себе дом, но нам не представили, потому что нам сказали, у вас нет гражданства, вы не имеете на это права, деньги есть, но мы остались без дома. И вот через 20 лет, как я здесь уже прожила, я взяла себе гражданство Узбекистана, конечно, я благодарю Мерзиоева, что он нам все-таки дал это гражданство, и обязательно буду со своей семьей участвовать в этом референдуме 30 апреля, потому что Конституция – это наша Конституция. Напомним, что проектом основного закона в действующую Конституцию вносится 27 новых статей, количество которых тем самым увеличивается с 128 до 155. Концептуальные изменения вносятся в 91 статью. Количество норм Конституции также увеличивается с 275 до 434. Станьте и вы участником политического процесса, проголосовав 30 апреля на всенародном референдуме. Не будьте равнодушными к своей судьбе. Спасибо.